Как нагреть чан без дров? Вы можете сказать газовой горелкой. И будете правы. Вообще есть несколько различных вариантов нагрева сибирского банного чана. От открытого огня, от встроенной выносной или съемной печи, или, как вы уже сказали, от газовой горелки. Но есть вариант, который работает не только без дыма и огня, но даже без печи. Никакого дыма, а соответственное дымохода. Представляете? Такой чан можно поставить не только рядом со строением. Вы можете разместить его внутри помещения, совершенно не переживая о своей безопасности. Это я говорю про систему электронагрева с фильтрацией. В этом видео мы подробно поговорим об особенностях эксплуатации системы, из чего состоит и как подключается. Приятного просмотра! Система электронагрева с фильтрацией состоит из электронагревателя мощностью 9 кВт в нашем случае, но есть варианты на 6 и на 12. Насос предварительным фильтром, предназначен для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах и купелях. Он имеет встроенный предварительный фильтр с прозрачной крышкой. Особенности. Полностью устойчив к хлору, компактные габариты, высокая степень влагозащиты. Электрический щит, заранее собранный на производстве профессиональными электриками. Комплект фитингов и металлических труб для подключения системы к чану. Сборочная площадка из нержавеющей стали или утепленный короб. При доставке всегда проверяйте, все ли элементы вашего чана пришли в полной комплектации. Если вы чего-то не нашли, обращайтесь к вашему персональному менеджеру, который оперативно решит вопрос. Также для использования электронагрева при минусовых температурах мы советуем дополнить комплектацию утепленным коробом. С ним в комплекте идет негорючая каучуковая теплоизоляция, термостат, греющий кабель с набором металлических хомутов и два ключа для монтажа. Подробное видео о системе электронагрева с утепленным коробом вы можете посмотреть на нашем канале. Если у вас теплый климат и вы можете спрятать электронагрев от осадков самостоятельно, тогда вы можете выбрать комплектацию без утепленного короба. Но помните, что при минусовых температурах электронагрев должен находиться в теплом помещении. Итак, после того, как вы убедились, что ваша комплектация полная, мы переходим к установке. Для подключения понадобятся трубный ключ, фум-лента, отвертка и пассатижи. Внимание! Установка должна осуществляться только профессиональным электриком и сантехником, строго по инструкции. Насос и нагреватель собираются на производстве. Первым шагом нужно проверить соединение между ними. Далее подключаем трубы к чану. Одна будет идти на забор воды, другая на подачу воды из электронагрева. Внимательно посмотрите на правильное подключение. Очень важно не перепутать трубки. Далее переходим к установке счета управления. Напоминаю, что точку должен подготовить профессиональный электрик и выполнить это в соответствии с правилами устройств электроустановок. Питание должно осуществляться через изолирующий трансформатор или устройство защитного отключения с номинальным остаточным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Источник питания на стене здания должен располагаться на расстоянии более 4 метров от системы электронагрева с фильтрацией. Запрещено пользоваться удлинителями. Напряжение в сети питания должно составлять 380 Вольт. Кабель от устройства до места подключения располагайте на видном месте, чтобы избежать повреждений от газонокосилок и другого оборудования. Перед тем, как подключить блок управления в сеть, убедитесь, что все переключатели в выключенном положении. Запрещено включать систему электронагрева с фильтрацией до тех пор, пока не наполните чан водой по сидушке. Это может вывести из строя электронагреватель, и его придется менять. После того, как все системы подключены, можем приступать к набору воды в чан. Ждем, пока вода наполнится выше заборных отверстий и открываем запорный кран. Вода поступает в фильтр, затем обратно в чан. Ждем, пока выйдет воздух. Чтобы избежать завоздушивания системы, открываем специальный вентиль на насосе и фильтре. Далее включаем автоматы в правильном порядке. Первым включаем первый предохранитель. Его не нужно выключать во время всей эксплуатации электронагрева. Затем включаем фильтр-насос. Убедитесь, что вода пошла по трубам и весь воздух вышел. Затем можно включать электронагреватель. И устанавливаем комфортную температуру на терморегуляторе для парения. Мы рекомендуем принимать процедуры при температуре 38-42 градуса Цельсия. Она по умолчанию выставлена на терморегуляторе. При нагреве советуем использовать термокрышку, так как опыты показали, что она в полтора раза увеличивает скорость нагрева банных чинов. Помимо крышки, время нагрева зависит от многих факторов. От температуры окружающей среды, от ветра, осадков и температуры воды, подаваемой в чан. После завершения парения сначала отключите автомат электронагрева в блоке управления, затем автомат фильтрации, далее отключите блок управления из сети. Теперь можно слить воду из сибирского банного чана. Рекомендуем накрыть его крышкой, чтобы в него не попали пыль и различный мусор. Обязательно отключайте устройство от сети питания. В дождливые дни, перечисткой или другим обслуживанием, или когда оставляете его без присмотра на несколько дней. После процедур необходимо слить воду и продуть систему фильтрации. Путем работы насоса в холостую 10 секунд 2-3 раза. После полного слива воды из чана и всей системы, отключите электронагрев из сети, отсоедините трубы от чана и занесите электронагрев в помещение при отрицательных температурах. Сборную открытую площадку всегда рекомендуется заносить в помещение, даже в летний период, во избежание попадания влаги в контактные соединения. На этом наша видеоинструкция подошла к концу. В текстовом виде вы можете найти ее в описании к этому видео. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить полезные советы и новости из мира банных чинов. До новых встреч!